В прямом эфире информационного канала Севастополя программа полчаса о главном меня зовут Николай Здравствуйте уважаемые друзья! Согласитесь, безопасность продуктов питания была, есть и очевидно еще долгое время будет одним из определяющих факторов и здоровья сограждан наших, ну и по большому счету в общем-то сохранение генофонда нации. С этой позиции, с этой гражданской, а может быть даже и государственной позиции мы сегодня поведем наш разговор о безопасности продуктов питания, животного происхождения на розничных рынках Севастополя и в торговой естественной сети. У нас в гостях Ирина Николаевна Севова, заместитель начальника управления ветеринарии города Севастополя, а начальник отдела государственного надзора. Добрый вечер! Спасибо, что после вот такого напряженного дня вы сошли возможно побывать в этой студии и пообщаться с телезрителями нашего прекрасного города. Для вас телезрители традиционная информация, мы работаем в прямом эфире в интерактивном режиме, а следовательно все свои вопросы нашей уважаемой гости вы можете задать по знакомому до боли телефона 54-62-72, попытайтесь дозвониться и дай бог удача будет с вами. Ирина Николаевна, согласно вашего базового закона, закона ветеринарии, а он был принят одним из первых в России в 1991 году, если мне не изменяет память, большинство продуктов питания животного происхождения должны проходить ветеринарно-санитарную экспертизу, то есть опробирование. В целях именно определения годности к употреблению населения. Ну это всего лишь вот такая пропись в законодательном акте. А в реальной практике правоприменения, что такое ветеринарное свидетельство и является ли вот этот документ, ну такой стопроцентной грантой безопасности продуктов питания животного происхождения? Да, ну в первую очередь скажу о ветеринарно-санитарной экспертизе. Это не только строка в законе, да, как вы говорите. Это на практике ежедневный кропотливый труд ветеринарных врачей. То есть на каждом рынке города Севастополя, на официальных рынках я имею в виду, есть лаборатория ветеринарно-санитарной экспертизы, в которой ежедневно врач осуществляет осмотр всех уходящих на рынок товаров, имеется в виду животного происхождения, осуществляет в случае необходимости ветеринарно-санитарную экспертизу, либо ветеринарный осмотр. То есть на рынок поступает качественная продукция, то есть допускается к реализации только качественная в ветеринарном отношении продукция. Что такое ветеринарное свидетельство? Ну в первую очередь это документ, документ, подтверждающий видовое территориальное происхождение продукции. В нем указывается ветеринарно-санитарное состояние продукции, которое этот документ сопровождает. Ну а также есть ссылка на необходимые лабораторные исследования, в которых разберется ветеринарный специалист в частности. Ветеринарное свидетельство выдается на ряд товаров, можно так сказать. То есть это и мясо, и рыба, молоко, яйца, также это живые животные, живая рыба. Может быть такие случаи, что это в случаях продажи собак, допустим, если это племенные собаки какие-то, ну любые животные, которые представляют племенную ценность и осуществляется их реализация. Ну а также ветеринарное свидетельство выдается на зерно, которое предназначено для кормления животных, ну а также всяческие виды корма. Ну а также есть еще ряд продукций, допустим, макароны и зелия с содержанием мяса. То есть довольно широкий спектр товаров, на которые выдается ветеринарно-сопроводительный документ. Посмотрите, на основании опять же базового закона о ветеринарии было принято в свое время Министерством сельского хозяйства, здесь вот на стыке правоприменительная практика возникает, да. Это в 2006 году, когда определили, в общем-то, правила организации выдачи этих ветеринарно-сопроводительных документов. В 2015 году наконец-то был утвержден, уже окончательный, да, по-моему, более нового документа нет. И перечень вот подконтрольных товаров, подлежащих сопровождению именно ветеринарными сопроводительными документами. На какие вот товары или на какие виды, наверное, товаров животного происхождения распространяется действие этих правовых актов? Как часто вы проводите вот проверки на соблюдении требований законодательства именно в этой сфере, в сфере оформления? Виды товаров, ну, опять же, может быть, повторюсь, это мясная продукция, молочная продукция, яйца, рыба, рыбная продукция, все гидробионты, живые животные, ну и ряд других. То есть и выловленная рыба, не только живая, да? Да, 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 и выловленная рыба, корма для животных. Что касается проверок, да, таких документов, в смысле ветеринарных сопроводительных документов. То есть, если это оптовый склад, да, если говорить на уровне оптовой торговли, то на каждом оптовом складе, на каждом перерабатывающем предприятии, так же, как, опять же, повторюсь, на рынке или на ярмарке города Севастополя, есть закрепленный ветеринарный специалист. Эта работа ведется ежедневно. Он аккредитованный, то есть это не может быть человек со стороны, это ваши, в общем-то, кадры, да? Это специалист, имеющий высшее ветеринарное образование и являющийся сотрудником Государственной ветеринарной службы. Что касается надзора, то, как все знают, то сейчас у нас надзорные каникулы, да, до 2019 года. Поэтому надзорные мероприятия производятся только по обращениям граждан. То есть, пожалоба. Да, ну, либо информация, поступившая в соответствующих органах. Прежде чем мы поговорим, вот, о эффективности проверившенной деятельности именно вашего управления, я хотел бы предложить и вам, и нашим телезрителям небольшой сюжет наших коллег из информационной службы именно на эту тему. Так реагирует на появление сотрудников службы ветеринарного надзора продавец кисломолочной продукции. Застигли врасплох. Мужчина торгует прямо из багажника своего авто. Документов на продукты нет. Понимает, что денег он не заработает. Еще и заплатить придется. За незаконную торговлю в этом случае штраф составляет от 500 до 1000 рублей. Товар собственнику придется утилизировать. Сейчас на него составляется протокол. В принципе, все документы у него отсутствуют. На ветеринарные справедительные документы, справки на продукцию, на животные. Нарушитель после проверки документов и выданных предписаний собирает продукцию и покидает точку. Сегодня его рабочий день окончен. Рейд проходит утром, но многие работники рынка спешно сворачивают торговлю. Проверяющих дожидаться не собираются. Остаются только те, кому нечего бояться. Мы платим такие налоги, платим за место. Это хозяину не выгодно. Они как-то наберутся, и кто неизвестно, кто торгует. Понимаете? Как они? У них санитарной книжки нет. Это же обязательно. Ну, это хорошо, что взялись. Не знаю, я очень рада. Молодцы. Закон должен быть законом. Правильно? Рейд продолжается. Следующим проверяют прилавок, где торгуют яйцами. Увидев проверяющую комиссию, женщина старается быстро спрятать товар. Свою причастность к торговле, конечно, не признает. Мы не торгуем. А, яйца просто у вас там стоят? Сейчас заберут. А, для кого-то, да? Да. Для кого-то, да. У женщины не оказалось ветеринарно-сопроводительных документов. Процедура повторяется. Устанавливают личность владельца объекта, составляют протокол. Несмотря на нарушения, у продавца находятся заступники среди покупателей. Основной критерий – цена. Здесь, говорят, она ниже. Здесь яйца или нет? Да, покупала хорошие яйца. А сегодня уже продавали здесь? Я шла, продавала. А сейчас вернулась оттуда, ее нет. А вы знаете лично продавца? Нет, не знаю. Ну, приобретали раньше у нее? Да. А вы не боитесь, что они могут не соответствовать каким-то стандартам? Я не знаю, соответствует или нет. Берешь так, там внутри желток желтый. Они, видать, свежие. Вы забираете у людей работу. У всех. Причем поголовно. Если бы дали альтернативу людям, чтобы они работали, тогда другое дело. Пришли, вот вам работа, здесь закрывается, тогда другое дело. А когда вы выбрасываете людей, по мусоркам лазите, куда им идти? Следующая точка – фруктово-овощной прилавок. Вместе с основной продукцией здесь торгуют медом. На первый взгляд с документами все в порядке. Но на продажу меда у продавца разрешения не оказалось. Итог проверки. В трех местах торговли деятельность ведут с нарушениями. Такие рейды проводятся еженедельно. Согласно графикам. У нас есть согласованные с МВД графики. За прошлый год проведено 100 таких рейдов. По результатам по статье 18 штрафовано 122 человека. За неисполнение выданных предписаний штрафовано 90 человек. В прошлом году общая сумма штрафов составила 212 тысяч рублей. И нелегальная торговля не исчезнет, пока севастопольцы не поймут. Продукты без сертификатов могут быть опасны для здоровья. А в рейд по борьбе с незаконной торговлей вышли Михаил Кумбров, Деливер Меджитов, информационный канал Севастополя. Ирина Николаевна, насколько вот массовым явлением сегодня в Севастополе, на улицах, площадях, в закоулках, распространилась вот такая самостоятельная, самодеятельная торговля, в общем-то, продуктами питания, животного происхождения, не подверг, не прошедшими, значит, ветеринарно-освидетельствами. Вот какую ответственность несут недобросовестные реализаторы такой продукции в соответствии с кодексом административных правонарушениях? И сколько товара вот было изъято, ну, допустим, в марте, вот, только что на закончившемся месяце изъято, и я думаю, она была уничтожена, к тому же, да? Безусловно, такая продукция подлежит изъятию и уничтожению в установленном порядке. Что касается массовости, к сожалению, да, мы видим, что эта проблема актуальна для города. Очень часто встречается стихийная торговля, особенно в проходных местах, там, где человек может побыстрее продать. И уехать. Продать и уехать, да. Не всегда это дешевле, к сожалению. И, как говорится, спрос рождает предложение, да. Если бы мы не покупали, ну, или граждане не покупали эту продукцию, соответственно, и торговли было бы стихийно меньше. Такие рейды мы проводим еженедельно. Соответственно, всё направлено на то, чтобы сделать меньше возможности продавать продукцию на стихийных рынках. К примеру, в марте, да, у нас, к сожалению, все рейды были с точки зрения надзорной деятельности с результатами. То есть таких рейдов было пять. И по их итогам семь физических лиц привлечены к административной ответственности. Плюс на два лица заведены административные расследования на два индивидуальных предпринимателя. Оба индивидуальных предпринимателя по результатам расследования также привлечены к ответственности. Как уже говорилось в репортаже, что штраф для физического лица составляет от 500 до 1000 рублей. Поэтому основной мерой борьбы со стихийной торговлей со стороны ветеринарной службы является такой нюанс. Согласно постановлению правительства Российской Федерации 1263, некачественная опасная продукция в ветеринарном отношении с целью исключения ее дальнейшей реализации подлежит изменению ее свойств любым доступным способом. То есть если это, допустим, колоса, то ее можно измельчить так, чтобы граждане не смогли ее купить. То же самое, если это какие-то товары, которые можно облить, скажем, там, остро пахнущей какой-то жидкостью, то тоже можно это сделать. То есть непосредственно владелец товара обязан по закону сам это сделать. Все рейды проводятся при участии полиции. Очень часто мы работаем совместно с главным управлением потребительского рынка. Смотрите, под сюжетом эмоциональный накал был весьма высок. Насколько безопасна ваша деятельность? Обязательно рейды проводятся только при участии полиции, потому что люди реагируют по-разному. Бывает такое, что и с кулаками в бой лезут, и угрожают, поступали всяческие угрозы. Но мы этого не боимся, соответственно, всегда. Кстати, милиция тоже должна, или полиция тоже должна пресекать, в общем, торговлю в неустановленных местах, самодеятельной торговли, даже если это не продукты питания. Вот, значит, опять опираясь на только что прозвучавший в эфире сюжет, не все люди хотят реализовать свое конституционное право на безопасные условия жизни, на безопасные продукты. Вот какие, в принципе, ветеринарные свидетельства, сертификаты, ветеринарные справки может потребовать потребитель, который заботится о состоянии своего здоровья, у реализатора? Как потребитель любой человек может обратиться к продавцу и потребовать ветеринарное свидетельство для ознакомления. То есть у каждого продавца на каждой торговой точке обязаны быть документы. Другой вопрос, разбирается ли потребитель так досконально, как надзорный орган. Да, да. Но сейчас предусмотрена система выдачи электронной сертификации. То есть, может быть... Сейчас мы ее коснемся отдельно. Вот в связи с первым прозвучавшим вопросом я хотел бы задать еще один. В каких случаях обязательны оформление ветеринарных сопроводительных документов? А когда его, в общем-то, можно не производить? Ну, нужны ли товары, которые человек приобретает для личного потребления? Либо там, где-то в сельской местности, ну, такая сделка мины существует. Я тебе молоко, ты мне яйца, или я не знаю что. Если это обмен для личных нужд, то, естественно, никаких ветеринарных документов не нужно оформлять. Соответственно, также, если человек приобретает товары для личных нужд, то есть вы, допустим, пришли в магазин, купили себе несколько килограмм мяса, вы, естественно, можете это все транспортировать, перевозить для личных нужд без ветеринарных сопроводительных документов. Документы оформляются в том случае, если это нужно с целью реализации. То есть это смена собственника товара. Потом документы оформляются при производстве, то есть при производстве подконтрольной продукции на заводах, цехах и так далее. Плюс может быть такой вариант оформления документов, когда происходит смена собственника без перемещения. То есть есть перемещение, да, при перевозке обязательно ветеринарное свидетельство. Есть такой вариант, когда необходима смена собственника, допустим, на одном складе, несколько юридических лиц друг другу продали товар. С целью... Ну и сделки многоступенчатые. Да, да, с целью дальнейшей реализации. Хорошо. В июне 2015 года вышел новый закон за номером 243, который внес долгожданный, наверное, для вас, а может и долгожданный, не знаю, вам виднее, изменение в действующий с 1991 года закон о ветеринарии, в частности, по оформлению ветеринарных сопроводительных документов в электронном виде. Это явление нас ожидает с 1 июля уже нынешнего года, если мне не изменяет память. Что такое электронная система? Вот она называется так красиво. Меркурий, бог торговли, да? Для чего она предназначена? Ну, опять же, в плоскости понимания защиты прав потребителей. Система Меркурий является системой для выдачи электронных ветеринарных сертификатов. Используется по всей Российской Федерации. Разработчиком данной системы является Россельхознадзор. Более направлена, конечно же, на прослеживаемость товаров. Минимизирует возможность производства фальсифицированных продуктов, что важно для потребителя. Далее данная система связана с информационными базами всех субъектов. Она будет предотвращать перемещение продукции с территорий, где есть очаги опасных инфекционных заболеваний. В том числе и в странах таможенного союза? У нас регламент таможенного союза существует свободный товар. К сожалению, не все страны таможенного союза пользуются системой Меркурий. Прорабатывается вопрос. Некоторые предприниматели Республики Беларусь пользуются системой Меркурий для того, чтобы транспортировать Российскую Федерацию. Но у себя внутри страны они не пользуются Меркурий. То есть для потребителя, опять же, это минимизация попадения в реализацию некачественной ветеринарной отношении продукции. Есть ли какие-то особенности у этой системы и будет ли она, опять же, доступна потребителям, мне, иным покупателям? Да, получается так, что на каждой торговой точке, да, вот мы сейчас можем подойти и потребовать как потребители ветеринарное свидетельство бумажный носитель. Бумажный, да. Да, оно сейчас выдается на защищенном бланке с голограммами, с печатью и так далее. Что будет далее? На каждой торговой точке продавец сможет предоставить по требованию потребителя либо QR-код, либо цифровой код, либо распечатанное на форме на А4 ветеринарное свидетельство. Оно, конечно, не будет иметь защитных элементов, но проверить подлинность можно будет, зайдя на систему Меркурий. Система Меркурий предполагает несколько видов доступа. Понятно, что у администратора есть все права, да, то есть можно отследить любой путь перемещения груза. Есть права доступа для предпринимателей, которые непосредственно занимаются производством, реализацией продукции, а также будет права доступа для потребителей, то есть для вас, для меня, для граждан, да. Для вас, для меня и для граждан, да. То есть можно будет посмотреть, зайдя в супермаркет, там, допустим, наведя на штрих-код смартфон, если люди имеют смартфон, да, можно будет посмотреть, что это за продукция, откуда поступила и так далее. На богатых покупателей рассчитана система. Ну, я думаю, что те продавцы, которые будут заботиться о своем имидже, найдут возможность предоставить информацию потребителю о своем товаре. Предприниматели, естественно, наволнуют вопрос платности или безвозмездности этих услуг, или услуг в этой системе Меркурий. Соответственно, пользование данной системой Меркурий без использования каких-то посредственных программ, все будет бесплатно, ну и сейчас является безвозмездным. И вот к кому можно будет обращаться, наверное, уже сейчас, когда услышат нас предприниматели, услышат о новом введении, а кто-то уже о нем знает, да, куда идти? Да, ну, работа по внедрению электронной ветеринарной сертификации проводится правительством Севастополя, начиная с 2015 года. То есть это семинар? Да, мы, соответственно, проводим широкую разъяснительную работу и много информации расположено на нашей официальной странице, на портале правительства Севастополя. Можно обратиться по любым возникающим вопросам по телефону, нашему телефону управления ветеринарией, 49 28 20 номер телефона. Вот, также вся справочная информация находится на сайте Россельхознадзора. Да, я там ее и нашел. Да, да, то есть пройдя по ссылке на официальный сайт Россельхознадзора, у них есть прям целый раздел электронной ветеринарной сертификации. Для тех лиц, которые собираются заниматься выдачей электронной сертификации, пошаговые инструкции, грубо говоря, азбука для каждого, для ветеринарного врача, либо для других лиц, которые будут выдавать ветеринарные документы. Да какие результаты от внедрения, от полномасштабного внедрения этой системы, системы Меркурия, вы рассчитываете? И, в общем-то, у меня такой вопрос возник. Я, опять же, 243 приказ, хотя и диагональным способом, но прочитал, проштудировал. И вот там, в пункте 10, в статье 2.3, опять же, внесены новые изменения. В общем-то, закон допускает сопровождение на бумажных носителях, но только по заявлению собственника товара. Почему бы не выступить с инициативой и не обязать его? Ну, вот согласитесь, не у всех есть смартфоны. Да, действительно так есть, но, знаете, это всё-таки обязанность. Кодекс об админправонарушениях императивно говорит о том, что должно быть ветеринарное свидетельство. То есть, приходя на проверку, надзорный орган в случае отсутствия ветеринарного свидетельства будет принимать меры. То есть, в данном случае, конечно, частично вся мера ответственности, вся ответственность ложится на плечи предпринимателя, потому что он должен быть в первую очередь добросовестным. То есть, он понимает, что он продаёт продукцию обычным гражданам и должен обеспечить прослеживаемость продукции, то есть, наличие ветеринарного сопроводительного документа. Технические регламенты Таможенного союза, которые касаются безопасности мясной, рыбной, молочной продукции, говорят о том, что производитель, а также предприниматель обязан обеспечить прослеживаемость товара. В данном случае, именно ветеринарное свидетельство является документом, который обеспечивает прослеживаемость товара. Всё-таки я не услышал ответа на свой вопрос. Вот именно как рядовой потребитель в случае повального внедрения системы Меркурий, вы понимаете, когда вот, ну, допустим, в розничной сети, да, есть обязанность предпринимателя, вот таких же предпринимателей, которые мы показывали, да, вот в сюжете, держать вот эти все свои сопроводительные ветеринарные документы в бумажном варианте, пусть они заполняют, это их обязанность по, опять же, закону той же статьи 2.3, но для потребителя, дайте возможность, ну, посмотреть бумагу и убедиться, что товар качественный. Ну, согласно 589 приказа, опять же, перечислены все нюансы, при которых необходимо оформление ветеринарных сопроводительных документов. При реализации, при перемещении, при смене собственника, в плане, если от одного лица к другому лицу, то есть я вижу это так, что всё-таки должно быть ветеринарное свидетельство у каждого предпринимателя, либо на базе, либо на торговой точке. Другой вопрос в том, что, к сожалению, не у всех есть смартфоны, да, кто может подойти, считать QR-код. Ну, пока что законодательство предусматривает именно три варианта предоставления документов потребителю, то есть это либо распечатанный на А4 документ, на обычном А4, не защищённом бланке, либо это QR-код, либо цифровой код. Ну, пусть он будет распечатанный, пусть он даже будет незащищённый. Он может быть распечатанный, должен предоставить. Да, но человек его должен не иметь. Вы понимаете, в чём дело? Опять же, мы касаемся конституционного права, да, реализовать своё конституционное право можно только волевым сегментом. То есть человек должен сам стремиться защитить право на безопасные продукты питания, в том числе, да? Да. А он его не может, потому что ему не могут показать бумагу, которая подтверждает, что товар... Продавец в данном случае должен показать потребителю бумагу соответствующую. Ну и, наверное, наша программа подходит к своему завершению. Какие шаги, в общем-то, предпринимает управление ветеринарией Севастополя для того, чтобы вот этот процесс... Я не думаю, что он будет безболезненный и для собственников товара, для реализаторов, и для покупателей тем более. Чтобы вот это планомерное введение электронной сертификации прошло, ну, как того и требует закон. То есть я понял так, что с 1 июля всё будет сертифицировано в электронном виде. Или я ошибаюсь? Ну, предполагается, что да, с 1 июля императивно вводится эта данная норма закона. На сегодняшний день 92% предпринимателей перешли на электронную ветеринарную сертификацию. Те, которые работают в открытую, добросовестно исполняют свои обязанности. К сожалению, есть, конечно, лица, которые отказываются от электронных документов. Зачастую это лица, которые не могут обеспечить компьютерной техникой рабочие места, да, то есть нет физических возможностей. Либо по каким-то причинам нет интернета, ну, иные причины могут быть. Мы, со своей стороны, на постоянной основе проводим консультации, семинары. Каждую последнюю среду месяца в управлении ветеринарии проходит семинар. То есть для того, что, ну, данная информация будет интересна, наверное, предпринимателям. Каждый предприниматель имеет возможность зайти на сайт Росельхознадзора, ознакомиться с тем, нужна ему эта система, не нужна эта ему система. И немножечко вникнув в вопрос, подготовить уже все актуальные для себя вопросы, проблемы, прийти на данный семинар и задать вопрос. Спасибо вам большое. Время нашей программы и стекло. У нас в гостях была Ирина Николаевна Сивова, заместитель начальника управления ветеринарии города Севастополя, начальник отдела государственного надзора. Спасибо за участие в программе. Спасибо вам, уважаемые телезрители, за внимание к этой передаче. Встретимся в рамках программы «Полчаса охлаждения». Спасибо вам, уважаемые телезрители, за внимание к этой передаче. Спасибо вам, уважаемые телезрители, за внимание к этой передаче.